Лев Николаевич Толстой Бедные люди Рассказ В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака. И чинит старый парус. На дворе свистит и воет ветер, И, плескаясь и разбиваясь о берег, Гудят волны. На дворе темно и холодно, На море буря, Но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен, В печи не потух еще огонь, На полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым пологом Спят пятеро детей Под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей лодке в море И не возвращался еще. Слышит рыбачка гул волну, И рев ветра. Жутко, Жанна. Старые деревянные часы С хриплым боем пробили Десять, Одиннадцать. Мужа все нет. Жанна задумывается. Муж не жалеет себя В холод и в буре ловит рыбу. Она сидит с утра до вечера за работой, И что же? Еле-еле кормятся. А у ребяток все нет обуви, И летом и зимой бегают босиком, И хлеб едят не пшеничный. Хорошо и то, что хватает ржаного. Только и приправы к еде, что рыба. Ну да и слава Богу, дети здоровы. Нечего жаловаться, думает Жанна, И опять прислушивается к буре. Где-то он теперь. Сохрани его, Господи, спаси и помилуй, Говорит она и крестится. Спать еще рано. Жанна встает, накидывает на голову Толстый платок, зажигает фонарь И выходит на улицу посмотреть. Не тише ли стало море? Не светает ли? И не горит ли лампа на маяке? Не видать ли лодки мужа? Но на море ничего не видно. Ветер рвет с нее платок, И чем-то оторванным стучит В дверь соседней избушки. И Жанна вспоминает о том, Что она еще вчера хотела зайти Проведать больную соседку. Некому приглядеть за ней, Подумала Жанна и постучала в дверь. Прислушалась. Никто не отвечает. Эх, плохое вдовье дело, Думает Жанна, стоя у порога. Хоть и немного детей, Двое, а все одно обдумать надо. А тут еще болезнь, Эх, плохое вдовье дело. Зайду проведаю. Жанна постучала еще и еще. Никто не отвечал. «Эй, соседка!» Крикнула Жанна. «Уж не случилось ли что?» Подумала она и толкнула дверь. В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, Чтобы оглядеть, где больная. И первое, что ей бросилось в глаза, Это постель прямо против двери. И на постели она, соседка. Лежит на спине так тихо и неподвижно, Как лежат только мертвые. Жанна поднесла фонарь еще ближе. «Да, это она». Голова закинута назад, На холодном посиневшем лице Спокойствие смерти. Бледная мертвая рука, Будто потянувшаяся, Зачем-то упала и свесилась с соломой. И тут же, недалеко от мертвой матери, Двое маленьких детей, Кудрявых и толстощеких, Прикрытых старым платьем, спят, Скорчившись и прижавшись Друг к другу белокурыми головками. Видно, мать, умирая, Еще успела закутать им ножки Старым платком И накрыть их своим платьем. Дыхание их ровно и спокойно. Они спят сладко и крепко. Жанна снимает колыбельку с детьми И, закутав их платком, Несет домой. Сердце ее сильно бьется, Она сама не знает, зачем. Зачем она сделала это, Но она знает, что не могла Не сделать того, что сделал. Дома она кладет непроснувшихся детей На кровать со своими детьми И торопливо задергивает полок. Она бледна и взволнованна. Точно мучит ее совесть. Что скажет он, Сама с собой говорит она, Шутка ли? Пятеро своих ребятишек, Мало ему еще было С ними заботы. Это он. Нет, нет, еще нет. И зачем было брать? Прибьет он меня. Да и по делам. Я стою того. Вот он. Нет. Но тем лучше. Дверь скрипнула, будто кто-то вошел. Жанна вздрогнула и поднялась со стула. Нет. Опять никого. Господи, зачем же я это сделала? Как ему я теперь в глаза взгляну? И Жанна задумывается и долго сидит молча у кровати. Дождь перестал, рассвело, Но ветер гудит и море рвет по-прежнему. Вдруг распахнулась дверь и в комнату ворвалась струя свежего морского воздуха И высокий смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, Входит в горницу со словами Вот и я, Жанна! Ах, это ты! Говорит Жанна и останавливается, не смея поднять на него глаза. Но уж и ночка. Страх. Да, да, погода была ужасная. Ну, как ловля? Дрянь. Совсем дрянь. Ничего не поймал. Только сети разорвал. Плохо. Плохо. Да, я тебе скажу, и погодка была. Кажется, такой ночи я и не запомню. Какая там ловля? Слава Богу, что жив домой добрался. Но... А ты-то что здесь без меня делала? Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки. Я? Сказала Жанна бледнее. Да что ж я? Сидела, шила. Ветер так завывал, что страшно становилось. Боялась за тебя. Да, да, пробормотал муж. Погода чертовски скверная. Да что поделаешь? Оба помолчали. А знаешь, сказала Жанна. Соседка-то Симон умерла. Ну? И не знаю когда. Верно, вчера. Да тяжело ей было умирать. Да и из-за детей должно быть сердце болело. Ведь двое детей-то крошки. Один еще не говорит, а другой чуть начинает ползать. Жанна замолчала. Рыбак нахмурился. Лицо его сделалось серьезно озабочено. Ну дела. Проговорил он, почесывая в затылке. Ну да что станешь делать? Придется взять. А то проснуться, каково им с покойницей. Ну да уж, как-нибудь разберемся. Ступай скорее. Но Жанна не двигалась с места. Ну что же ты? Не хочешь, Жанна? Ну что с тобой? Вот они, сказала Жанна и отодвинула полок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...